Сотрудники ГИБДД продолжают профилактическую акцию «Безопасный двор» в целях сокращения дорожно-транспортных происшествий. Они проинформировали жителей густонаселенных микрорайонов о мерах безопасности на придомовых территориях. Какой должна быть скорость автомобиля во дворе и как себя нужно вести возле дома пешеходам? Это в очередной раз напомнили жителям Люберец сотрудники госавтоинспекции. Они зашли в подъезды домов и развесили там информирующие таблички на ручке дверей. Также положили их в почтовые ящики. Считаю, что акция своевременная, акция необходимая. Считаю, что ГИБДД ее проводит в нужный момент. Зачастую напомнить жителям о том, что нужно вести культуру поведения не только на дороге, но и во дворах прилегающих территориях. Бывают опасные ситуации, когда водитель разгоняется очень быстро и не видит мамочку с коляской. Или ребенка, перебегающего в территорию. В этой важной профилактической работе госавтоинспекторам помогали представители молодой гвардии. О важности соблюдения правил дорожного движения они напомнили также автовладельца. Акция «Безопасный двор» проводится по инициативе ГИБДД Московской области. С целью сокращения ДТП на придомовых территориях и привлечению внимания к этой проблеме. Двор, конечно, предмет повышенной опасности. Особенно это определяется тем, что здесь большое количество автомобилей и неконтролируемый выход на проезжую часть. Но, с другой стороны, закрытые дворы, как, например, этот двор, это определенная гарантия того, что жизнь и здоровье будут сохранены. А жители инициативной, в свою очередь, не остались равнодушными, увидев добрые намерения организаторов акции. По их мнению, такие профилактические мероприятия нужно проводить регулярно. Детей много, а места двигаться мало. Вот такие акции помогают, чтобы безопасность движения была. Да, конечно, детям. Детская площадка у нас великолепная, там ребятишки все в безопасности. Сейчас каждый день машины прибавляются, это вообще очень нужно. В рамках акции «Безопасный двор» сотрудники ГИБДД проинформируют и других люберчан, чьи дворы считаются опасными. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.